Москва готовится к выборам градоначальника. Поскольку в голосовании участвует лидер оппозиции Алексей Навальный, многие эксперты и политологи уже назвали битву за кресло мэра исторической. Все дело в том, что исход этой битвы трудно предсказать. Навальный стремительно набирает популярность. При этом в российской столице уже началась традиционная война компроматов. Сегодня блогеры заподозрили в получении иностранных денег. Сам Навальный в своем блоге написал, что финансирование осуществляется строго по закону и юридически совершенно безупречно. Свою публикацию он озаглавил так. Старую собаку новым трюкам не научишь. Сейчас на связи со студией московский корреспондент РТВ Александра Агиенко. Добрый вечер, Саша, и вам слово. Спасибо, Лиза. Генпрокуратура России заинтересовалась источниками финансирования предвыборной кампании Алексея Навального после заявления Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР, партии которой также выставила своего кандидата на выборы мэра Москвы, требовал выяснить, на какие деньги ведется агитация за Навального. И вот сегодня прокуратура на своем сайте разместила информацию о том, что через электронную платежную систему Яндекс.Деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 46 стран мира направили в электронные кошельки Навального и членов его предвыборного штаба деньги на избирательную кампанию. Закон «Иностранное финансирование предвыборных кампаний запрещает». Представители штаба Алексея Навального обвинения в нарушениях закона опровергли. Как объяснил в интервью нашей телекомпании Владимир Ашурков, все средства на избирательную кампанию идут через специальный избирательный счет, который контролируется в том числе и московским избиркомом. А поступления на электронные кошельки сторонников Навального никак не связаны с поступлениями в избирательный фонд. Более того, по IP-адресу невозможно вычислить гражданство человека. Нет никакой возможности у нас принимать деньги от иностранных граждан. За этим следим как и мы, так и МОЗ-Избирком, который имеет полностью доступ к этому счету. Так что нет даже технической возможности для нарушений. В то же время несколько наших сторонников, несколько сторонников Алексея Навального объявили о том, что они сделали перевод в избирательный фонд и объявили в своих соцсетях, вот мой Яндекс.Кошелек, перечислите мне, если вы хотите мне помочь и компенсировать вот этот внос с расходами. Избирательный штаб и сам кандидат не несет никакой ответственности, не может даже знать об источниках получения средств донорами. По словам Владимира Ашуркова, все обвинения генпрокуратуры беспочвены. В отличие от информации, касающейся квартиры Сергея Собянина, как известно, Алексей Навальный в своем блоге разместил информацию о квартире площадью более 300 квадратных метров в центре Москвы, которая принадлежит дочери Сергея Собянина. Правда, исполняющий обязанности мэра Москвы заявил о том, что квартира эта задекларирована и была выделена ему как служебное управление делами президента. Мы понимаем, что, допустим, другие кандидаты, представители других партий, как Жириновский, у них естественную зависть вызывает наша компания. Мы просто ломаем все стандарты политики в России, когда кандидат просто обращается к своим сторонникам и говорит, пожалуйста, профинансируйте меня. И собирает серьезные деньги. Мы собрали около 40 миллионов рублей на данный момент. Среднее пожертвование порядка 3,5 тысяч рублей. И так раньше никто не делал. Так или иначе, но данные, озвученные Генпрокуратурой, сегодня были переданы в МВД Москвы. Проводится проверка. Прокуратура требует возбудить уголовное дело. Спасибо, Саша. Это была корреспондент РТВ Александра Агиенко, рассказавшая о последних скандалах в гонке за место градоначальника Москвы. Между тем, как стало известно сегодня, Общественная палата Российской столицы намерена создать штаб по наблюдению за выборами мэра, где всем участникам процесса будут предоставлены равные возможности по доступу к информации о ходе голосования и подведению результатов. Возглавил рабочую группу по созданию штаба главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Напомню, выборы столичного градоначальника назначены на 8 сентября. Участвуют в гонке 6 кандидатов, в том числе действующий и у мэра Москвы Сергей Собянин.